Переходим к следующему видео. Мы с вами уже рассмотрели библейское обоснование служения по организации церквей, обсудили личностные характеристики основателя, выделили несколько типов основателей, поняли, что основатель церкви может по-разному сочетать светскую работу и служение. Теперь я предлагаю взглянуть на структуру церкви. Этот вопрос следует рассмотреть в числе первых, поскольку выбор структуры, то есть церкви, которую мы собираемся организовывать во многом, определит сам путь формирования общины. Методы и способы должны отвечать тем целям и задачам, в том числе и в отношении структурной организации, которые мы перед собой ставим. Давайте хотя бы обзорно рассмотрим те формы, которые может принять жизнь церкви. Под структурой церкви я понимаю не конструкцию ее здания с архитектурными особенностями, а ее организационное устройство. Итак, выбор правильной структуры церкви будет зависеть от двух главных факторов. При этом надо отметить, что Библия нас строго не ограничивает. Порой нам кажется, что церковь должна быть организована только одним способом. Так, как она организована у нас. То есть мы сделали все правильно, и если у вас не так, значит у вас неправильно. И это становится почвой для разногласий между разными конфессиями, пятидесятниками, баптистами, католиками. Итак, понимание такое «моё» значит правильное. Но насколько оно оправдано? Каждый оппонент основывает свои убеждения на Библии. Смотрите, здесь написано так и так. Однако любопытно вот что. У всякого, кто заявляет, что он ориентируется на новозаветную модель церкви, мне хочется спросить. Какую именно? Коринфскую? С её разделениями, судами и прочими проблемами? Нет-нет-нет, на неё мы, пожалуй, ориентироваться не будем. Хорошо. Тогда, может быть, на Иерусалимскую? Где на поклонение приходили в храм? Наверное, тоже нет. У нас нет храма. Но в ней оставались ревнители закона Моисеева. Если почитать книгу «Деяния», нетрудно увидеть, что в этой церкви довольно долго были слышны голоса иудействующей части христиан. Хм, думаю, этого нам тоже не надо. Итак, смотрите, Новый Завет даёт нам примеры самых разных церквей. Где-то христиане были преимущественно из иудеев, а где-то из язычников. Где-то ещё не было назначенных лидеров, а где-то были дьяконы и пресвитеры. Известно, что в Иерусалимской церкви вначале были одни старейшины, а потом были назначены дьяконы. Таким образом, Новый Завет позволяет нам сформулировать некоторые базовые принципы функционирования церкви. Например, она должна функционировать как тело, нуждается в духовном руководстве, должна благовествовать, увещевать, учить. Во второй главе «Деяний» мы читаем о том, что верующие постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Всё это предписано всем общинам. И вместе с тем, Новый Завет даёт нам значительную свободу в плане структурной организации церкви. Церковь должна собираться в воскресное утро, а вечером можно? Ведь проповедовал же Павел до полуночи, пока Евтих не погрузился в сон и не упал с третьего жилья. И должно ли собираться исключительно в 10 утра? Или, допустим, в 11? А молитвенные служения в середине рабочей недели, они предписаны всем церквям? Не спорю, в наших церквях есть прекрасные и полезные традиции, которые поддерживаются годами. Но значит ли это, что они должны соблюдаться во всех церквях? Или возьмём, к примеру, выбор лидера в общине? Кто принимает решения, действующие руководители церкви, или, может быть, они должны избираться путём голосования на собрании членов церкви? Какой способ принять? По этим и многим другим не менее важным вопросам, Новый Завет детальных инструкций не даёт. Поэтому от нас с вами требуется выделить библейские цели и принципы, и одновременно с этим увидеть, какие формы они могут принимать сообразно обществу, культуре, людям, на которых нацелено наше служение. Таким образом, два ключевых фактора здесь — это библейские принципы, ценности и цели. Они, на наш взгляд, должны оставаться неизменными, как отражающие Божью волю относительно сущности и миссии церкви. И, с другой стороны, культурный контекст. Его необходимо тщательно изучать. Вот вам небольшой пример. Когда первый американский миссионер, Адонир Амджадсон, прибыл в Бирму, он попытался организовать там богослужения в традиции западнохристианских общин, в воскресный день и с проповедью. Но Джадсон решил, что если ему удастся инициировать диалог, а для буддистов такой формат был наиболее привычным, люди придут, будут слушать, а потом обсуждать услышанное. И это был как раз новый, нетрадиционный момент с точки зрения западной культуры. Так начиналось то, что со временем оформилось в церковную общину. В некоторых странах Африки, например, церковная проповедь может длиться час или даже больше, и для местных жителей это нормально. У них так заведено. Растяни вы проповедь на целый час в Америке, к вам минимум предъявят претензии, а максимум за кафедру больше не пригласят. Все это определяется принятыми в обществе нормами. Именно они служат ориентиром в выборе структуры церкви. И сейчас мне хотелось бы обсудить ее более предметно с точки зрения малых групп, а также общего собрания и тому подобных аспектов. Итак, помните, что библейские принципы, ценности и цели остаются неизменными. Они изложены в Божьем Слове и служат авторитетом, от которого мы не должны отступать. Что же касается конкретных методов и форм, то они вариативны, о чем наглядно свидетельствует описание жизни в церкви в Новом Завете. От того, какой вы хотите видеть структуру церкви, будет зависеть и выбор стратегии ее организации, что я уже отмечал. Давайте на основании анализа современных общин попытаемся выделить основные типы церковной структуры. Они, как вы видите, составляют целый спектр. Будем двигаться слева направо и начнем с традиционной западной церкви. Итак, традиционная западная церковь. С этим типом знаком, пожалуй, любой американец, европеец, словом, представитель западной культуры. Это церковь со своим зданием, в котором каждое воскресенье община собирается на примерно двухчасовое богослужение, где звучат песни поклонения, проповедь, объявления. О них тоже не будем забывать. Есть в такой структуре ответственное лицо, пастор. Нередко используется система приходских церквей. Напомню, что приход — это церковный округ населения, имеющий свой храм со священными церковнослужителями. Такая система характерна для православной, католической, лютеранской, англиканской церквей. Здесь в каждом округе есть свой приход, который его жители, по идее, и должны посещать. Все значимые события община отмечает сообщам, причем непосредственно в храме. Конечно, прихожане могут общаться друг с другом и в неформальной обстановке, но церковное здание остается их главным местом встречи. Вот в такой форме церковь многим из нас и знакома. Порой только в таком. Изучение Библии в храме, при этом проводит его пастор или священник, богослужение в храме, встреча сестринской группы в храме и так далее. В здании церкви проходит множество программ. Оно главная база для любых церковных мероприятий. На другом конце спектра тоже традиционная церковь, которая заявляет, малые группы есть и у нас. Например, молодежь хочет изучать Библию только своим кругом. Хорошо откликаются лидеры, давайте такую группу организуем. И она начинает встречаться, но не в здании церкви, а у кого-то на дому. Или другой случай. В пригороде живут христиане, которым далеко добираться до церкви. Посещать ее в будние дни у них просто не получается, посему возникает мысль собираться на изучение Библии опять-таки у кого-нибудь дома. И это вполне здравая мысль получает одобрение лидеров церкви. Основные же мероприятия по традиции проходят в церковном здании. Таким образом, получается, что община собирается как в здании церкви, так и малыми группами за его пределами. Подобным образом развивалось немало церквей. А вот теперь мы обратимся к довольно необычной форме церковной структуры, которая получила название ячеечной церкви. Такая церковь представляет собой нечто совершенно отличное от традиционной модели, ячеечная церковь не делает акцент на общих собраниях прихожан в каком-то конкретном здании. Жизнь общины состоит из двух основных аспектов. Первый – расширенное воскресное богослужение, на которое собираются все члены церкви. И второй, совершенно равнозначный – это встречи ячеечных групп. Что это такое? Это малые группы, которые, как правило, собираются на дому, состоят из примерно 10-12 человек, и лидеры которых выбираются из числа самих же членов церкви. В такие группы церковь собирается для общения, изучения Библии, оказания духовной помощи. Что же касается поклонения, в смысле прославления Бога народом Божиим, а также проповедью, то все это происходит во время общей встречи членов церкви, то есть того, что в традиционных церквях принято называть воскресным богослужением. Чем же такая модель отличается от традиционной, когда при церкви функционируют малые группы, спросите вы. Самое главное ее отличие вот в чем. Во-первых, член церкви должен обязательно входить в какую-нибудь ячейку. Во-вторых, ячейка – это не группа по интересам, женская или молодежная, но, по сути, она является самим сосредоточием жизни церкви, поскольку здесь осуществляется ученичество, оказывается, необходимая духовная помощь создается атмосфера семьи. Возможно ли ощущать себя частью семьи на воскресном богослужении в коллективе из, скажем, 300 человек? А вот 10-12 – это действительно походит на семью гораздо больше. Здесь мы молимся друг о друге, делимся своими мыслями и переживаниями, говорим о том, что значит в нашей жизни Божье Слово, рассказываем о своих нуждах и получаем необходимую духовную помощь. Делать все это в большой церкви гораздо сложнее. Таким образом, главная идея заключается в том, что центр тяжести переносится с общего богослужения на собрание ячеек. Именно там человек получает необходимое попечение. А вот источником вдохновения, более глубокого научения и проповеди остается общецерковное богослужение. И еще один важный момент в ячеечной церкви – это подготовка лидеров. Она должна быть качественной, коль скоро духовное попечение члена в общине переносится в контекст ячеечных групп. Соответственно, их лидеры должны быть готовы разъяснять духовные вопросы, оказывать душепопечительскую помощь и в целом поддерживать служение групп. Они своего рода подпастыри. Итак, такова модель ячеечной церкви. Она получила широкое распространение, в частности, в Корее, где благодаря ей появились мега-церкви. Я уже рассказывал вам об одной такой общине численностью в полмиллиона человек. На воскресное богослужение она собирается в здании по площади, сравнимом со стадионом. Так вот, однажды, посетив эту церковь и ознакомившись с ее историей, один человек сказал, «Знаете, мне в такой огромной церкви, наверное, было бы неуютно». «Да», – спросил пастор, – «а почему? Да потому что в ней я просто потеряюсь среди сотен тысяч людей». «Такой претензии в адрес нашей церкви», – ответил пастор, – «я еще не слышал». «Что?» – не понял его собеседник. «Правда?» – не слышал. У нас каждый входит в ячейку, в которой, как в семье, потеряться невозможно. То есть, понимаете, в основе здесь совершенно иной подход, и эта модель нашла свое применение не только в Корее. Далее, ближе к правому концу спектра, располагается так называемая радикальная ячеечная церковь или сеть домашних групп. В этом формате воскресного общецерковного богослужения может вообще не быть. Функционируют только ячейки, внутри которых и протекает жизнь церкви. Расширенные встречи организуются для обучения и подготовки, а поклонение происходит в домашних группах. Общецерковное собрание может проводиться только, скажем, раз в месяц. В этом случае необходимости в собственном здании нет вообще. Для проведения больших богослужений вполне можно арендовать здание какого-нибудь концертного зала, ведь функционирует церковь преимущественно в контексте домашних групп, которые, тем не менее, связаны между собой. Над всеми ними может стоять церковное руководство. При этом у всех групп есть свои лидеры, которых это руководство обучает и готовит к служению. Вот как выглядит радикальная ячеечная церковь, для которой не характерен акцент на общецерковных богослужениях. И на самом правом фланге обсуждаемого спектра располагается автономная домашняя церковь. Модель, в которой каждая ячейка являет собой самостоятельную общину. Она может собираться на дому и состоять всего из 20 человек. Но это церковь. Она воспринимает себя практически независимо от других домашних церквей, связь с которыми в определенной степени все-таки может поддерживаться. Ну что же, так выглядит наш спектр. Вот этот его сегмент, автономная и радикальная домашняя церковь, преимущественно реализуется в Китае, где власть не поощряет публичное богослужение. Зарегистрированные церкви есть, но количество их весьма ограничено. Неизмеримо шире распространены неофициальные домашние группы, которые собираются по домам и иногда насчитывают до 100 человек. Так что домом в привычном смысле место таких собраний не назовешь. Это что касается правого сегмента. В западной культуре, где христианская церковь в своем структурированном виде присутствует уже давно, церкви, как правило, выглядят вот так. Далее я предлагаю поговорить о плюсах и минусах вышеописанных структур, моделей организации жизни церкви, а также о том, насколько они вписываются в тот или иной культурный контекст. Попробуем выявить преимущества и недостатки. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok